Здравствуйте, уважаемые трейдеры! К концу подходит очередная торговая неделя, и нам пора подвести предварительные итоги. Что происходит на торговой графике? Валютная пара евро-доллар после пробоя бокового канала 1.14-1.1480 устремилась вниз, где на поводу инерционного ухода возник статус перепроданности в районе значения 1.1280. Относительно данного координата котирука перешла в стадию технического отката, возвращая нас к ранее проводенному уровню. Сейчас на рынке возник застой из разносторонних свеч типа дожи. Это сигнал о характерной неопределенности среди участников рынка, в то же время подтверждая значимость уровня 1.14, который в данный момент отыгрывается ими как сопротивление. Чего ожидать от застоя, так это новый виток ускорения, что и указывает ряд свечей типа дожи. Так вот, для сигнала от скука от уровня сопротивления котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1320, что в первую очередь вернет нас в район оснований. В свою очередь для пролонгации нисходящего цикла котировки уже необходимо удержаться ниже, чем 1.1280 в 4-часовом периоде. Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.14 в дневном периоде, но в этом же случае мы будем опять же ориентироваться на эти максимумы. Пара фунт-доллар проверяет на прочность верхнюю границу бокового канала 1.35-1.36, локально фиксируясь выше нее. Стоит учесть, что контрольными уровнями в имеющемся амплитудном движении являются значения 1.3480, 1.3630, где сигналом к действию должен быть подтверждающее удержание цены выше 1.0 того значения именно в 4-часовом периоде. Как мы видим, что недавнее движение в период четверга имело место в виде прокула контрольного значения 1.3630, но не удается ей удержаться в 4-часовом периоде, раз имея впоследствии откат. Тем самым работа на пробой наших контрольных значений все еще ведется на рынке. Но если исходить именно из ценовых изменений за последние сутки, мы видим, что все-таки напор на верхнюю границу он в разы выше, и все-таки трейда рассматривают возможность ее все-таки пробоем. Но опять же, в случае удержания выше, чем 1.3430 на 4-часовом периоде. Давайте вам покажем. Получается вот здесь. Мы видим, что до этого были лишь проколы. Валюта пара доллар против канадского доллара с начала февраля движется в структуре бокового канала 1.2650-1.28, проявляя при этом переменную активность. Столь длительное хождение цены в замкнутой амплитуде рано или поздно приведет к закономерному ускорению на рынке, к которому мы можем подготовиться уже сейчас. Так вот, позиции на покупку будут рассмотрены трейдерами в случае стабильного удержания цены выше уровня 1.28 в 4-часовом периоде, в то время как позиции на продажу станут актуальными после удержания цены ниже 1.2650-1.24. В итоге мы имеем классическую стратегию работы на пробои, которая зарекомендовала себя на рынке. На сегодня у нас все. Всем удачи и хороших выходных. До свидания.